Вот они красуются на Театральной площади 21 новый автомобиль «Лада Гранта». Этот легковой транспорт позволит повысить мобильность и оперативность реагирования при оказании медицинской помощи населению. Машины всегда нужны, больницы тем более. Сейчас ситуация сложная, с ковидом связана. Много людей заболевают, кому нужна помощь, перевозка таблеток, препаратов. В этом году в Бурятию в распоряжении медицинской службы прибудут еще 28 легковых машин. А в ближайшие три года республика планирует приобрести 339 автомобилей. А эти машины именно для транспортировки медицинских работников, для доставки лекарственных препаратов. Все в районы, да, 21? Это все в районы. В городе не остается? В городе нет. В городе в том году за счет средств республиканского бюджета. Поэтому это очень-очень важно. Машина у нас потребность большая. Уважаемые медицинские работники, мы вам благодарны за ваш патриотизм, за ваше высокое несение долга к медицинскому работнику, за исполнение клятв Гиппократа, которые вы ни на минуту не забываете. Стоит отметить, что в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Бурятия получила 36 легковых автомобилей. За счет республиканского бюджета было дополнительно приобретено еще 17 машин. Чтобы наши врачи справлялись с теми задачами, которые перед ними стоят, чтобы могли помогать людям лечить или где-то предупреждать заболевания. Безусловно, нужно, чтобы у них была современная техника, медицинская техника, транспорт. И вот то, что сегодня мы вручили сейчас 21 машину, мы один из первых России вручаем по новой программе. До конца года будет еще всего 49 машин в этом году. Это, безусловно, помогает врачам быстрее доезжать до пациентов. Также глава добавил, что развитие медицины не отменяет ответственности граждан за свое здоровье и призвал всех по возможности находиться дома. Если ситуация с коронавирусом не улучшится, Алексей Циденов не исключил введение очередного локдауна. Дмитрий Гомбоев и Жаргал Сарендашиев. Новости дня. Дмитрий Гомбоев и Жаргал Сарендаши.